Маша Трауп Или называется «Собирайся, мы уезжаем» Мне особенно интересно было прочитать, когда знаю, что у автора еще до этого не было особого писательского опыта Мне очень понравилась эта книга или же повесть, я не знаю, как правильнее Рассказывает она нам о девочке, о ее жизни О том, какая сумбурная ее жизнь О том, что все в ней зависит от ее мамы Мама очень непростая женщина Она очень такая сильная, очень волевая Которая привыкла принимать решения за двоих, скажем так Ну, понятное дело, когда ребенок маленький, естественно, ему права выбора никто не дает Но она привыкла очень сильно контролировать жизнь своего ребенка Причем такими жесткими методами Считая, что она должна научить своего ребенка выживать в любой ситуации И намеренно загоняла ее в такие ситуации Из которых этой девочке приходилось самой искать решение В итоге, что мы как бы видим С одной стороны, девочке очень не хватает, естественно, материнской любви и ласки Ей очень не хватает стабильности в жизни Для нее самая страшная фраза в жизни это Собирайся, мы уезжаем Потому что она не успевала привыкнуть к какому-то одному месту Или же наоборот привыкала, заводила друзей Как-то успокаивалась Как появлялась мама И, в общем, сдергивала ее с этого места Причем этой девочке никогда не приходило в голову особо уточнять Почему, зачем она принимала решение матери Но в то же время внутри она, конечно, чувствовала себя очень опустошенной Мы видим, как она растет, как она меняется И мама до сих пор, конечно, очень влияет на ее жизнь Она не находится рядом Но все равно, как бы, вот эта вот сумбурность, непостоянность Очень сильно отразилась на девочке И все, что ей хотелось в жизни Это стабильности, это настоящей семьи Это, как бы, любящих людей рядом И, в общем, мы смотрим, как это, в общем, развивается на протяжении всей книги Мне книга понравилась И, кстати, по книге очень заметен почерк автора То есть даже если бы я не знала, кто эту книгу написал Я, скорее всего, подумала именно на Машу Трауп Все ее книги отражают Отражают вот это вот непростое отношение между матерью и дочкой Во многих книгах у нее вот показана вот эта вот параллель Что мама вот такая вот жестокая, властная А дочка, как бы, послушная, очень ищущая ее любви Вот как-то так На этом, как бы, построены многие ее книги И это не исключение Я вам советую ее прочитать Она не простая Она такая вот, какая-то на надрыве, на внутреннем написанная Именно вот об этих сложных отношениях между родителями и детьми Так что да, я ее очень советую Мне она понравилась, можно сказать Вторая книга Автор Джанет Оак Очень интересное имя у автора И называется «Любовь растет, как дерево» Мне ее посоветовала одна из моих подписчиц Если ты меня смотришь, огромное тебе спасибо Книга мне очень понравилась Книга очень теплая Очень душевная Чем-то мне напомнило авторов Таких, как Маргарет Митчелл Как... Забыла автора, которая написала «Поющие в терновнике» Что-то выпало из головы Не знаю, почему, но эта книга мне напомнила По ощущениям Вот именно, я бы даже сказала «Поющие в терновнике» Хотя она не такая драматичная Она не такая длинная Но она рассказывает О непростой судьбе двух людей О девушке И о... Можно сказать, уже даже не о парне А о мужчине Которые Оказались в непростой жизненной ситуации Девушка потеряла своего молодого мужа Находясь в положении И мужчина потерял свою жену И у него на руках осталась маленькая дочка Книга Говорит нам Я не помню о каких годах Но, в общем, это время Все это происходит в Америке Во время, когда были вот эти первые поселенцы Переселенцы Я не очень сильна в истории Америки Но, в общем, рассказывает нам Вот о таком непростом времени Когда люди выживали Пытались как-то устроить свою жизнь И о том, как вот судьба свела Двух этих одиноких людей И что же из этого вышло История довольно романтическая Но на свой лад Она немножко такая религиозная Там есть и о Библии, и о Боге Не знаю, но мне она почему-то Очень-очень понравилась Она такая Жизненная практически, да Вот, так что Ее, мне кажется, будет приятно Прочитать как-то вот так Вечерком В спокойной обстановке Отвлечься В общем, очень вам советую Этого автора И эту книгу, конечно же Ну и последняя книга Наверное, которая произвела Самое сильное впечатление на меня За последнее вообще, наверное, время Автор Джоди Пикклт Я уже знакома с этим автором Вы, наверное, тоже Автор пишет в таком Психологическом тонком жанре Психологический детектив Психологическая драма Вот у нее вот как-то все Близко к этому И в этот раз я прочитала Книгу «Обещание» Честно говоря, просто случайно Скачала несколько книг И вот первая, из которых я прочитала Была именно «Обещание» Даже не знаю, как вот о ней рассказать Чтобы не спойлерить Чтобы вам было интересно Ну, наверное, книга О, во-первых, наверное, да О двух подростках О Кристофере и Эмили Двух подростках, которые знакомы Буквально с рождения Во-первых, конечно, были знакомы Их родители Они очень сильно дружили Друг с другом Они были соседями И, в общем, сначала появился На свет Кристофер И буквально-таки через несколько дней Появился на свет Эмили И они росли буквально В одной колыбельке Рассказывается нам Вообще С первых страниц О том, что Эмили Умирает Кончает, так скажем Жизнь самоубийством В этот момент с ней Находится Кристофер И вся интрига Закручивается вокруг того Убил ли он её Либо же она застрелилась сама И что этому предшествовало Было вообще Как нам поначалу Преподносится Было ли это двойное Как бы должно было быть Двойное самоубийство То есть должен ли был Он тоже застрелиться У него всего лишь травма Он попадает в больницу И в конце концов Он попадает, конечно Под следствие Как главный подозреваемый И нам рассказывается И о нынешнем времени О том, как он находится в тюрьме О его переживаниях О переживаниях, конечно же Родителей обоих семей Для которых это большой шок У одних погибла дочь У других сын сидит в тюрьме Непонятно, кто виноват И о том, что же этому предшествовало Об отношениях Кристофера и Эмили И вот об их отношениях Читать очень и очень интересно Нам говорится о том Что эти два человека Буквально вот Как две половинки одного целого О том, что Для начала они были Друг для друга Лучшими друзьями Практически братом и сестрой Потом у них появляются Романтические отношения То есть Они любят очень сильно Друг друга Не представляют себе Жизни друг без друга Но в тот же самый момент Мы-то знаем, что Эмили умерла И она очень хотела умереть Почему же, если в её жизни Всё так было вроде как бы неплохо Что её натолкнуло на эти мысли В общем, книга длинная Книга запутанная Но, на мой взгляд, она очень интересная Она об отношениях людей Таких непростых отношениях О любви, конечно же Но, что меня немного разочаровало Я всё-таки надеялась Под конец книги Понять Всё-таки Что же за такие глубокие Психологические проблемы Были у этой девушки Которые её заставили Вот принять такое решение Действительно Для неё смерть была избавлением Она не хотела жить У неё не было сил Чтобы жить дальше То есть нам автор, конечно же Какие-то предпосылки даёт Для этого Но я всё-таки считаю Что далеко не полная интрига Всё равно она осталась То есть я когда книгу дочитала Я всё-таки ждала Вот чего-то такого более Как бы открытой Какой-то концовки Она всё-таки получилась такая Из серии Додумайте сами Я такое не очень люблю Но, тем не менее После того, как я её прочитала У меня ещё долго Какое-то вот было такое впечатление Я ещё долго обдумывала героев Честно, каждый персонаж Он интересен по-своему Мне очень интересно было В каждом копаться В каждом разбираться Конечно же Наиболее как бы такими Объёмными персонажами Являются всё-таки Именно Кристофер и Эмили Не знаю Как-то вот я очень прониклась Их переживаниями Книга мне действительно понравилась Я вам советую её прочитать Но, как бы, это нелёгкое такое чтиво Надо это иметь в виду Но я считаю, что такие книги Всё-таки надо периодически читать Чтобы всё-таки, я не знаю Может быть, как-то больше Обращать внимание на окружающих На своих детей Если у вас подростки Потому что, ну, это действительно Такой сложный период В жизни ребёнка Вот этот подростковый Когда все проблемы Психологические Стоят так остро И кажется, что решения Решения нет И не будет Хотя это, конечно же, наверняка не так Ну вот, наверное, на этом и всё Я этого уже наболтала очень-очень много Надеюсь, что видео было для вас интересным Обязательно советуйте те книги, которые читаете вы Которые заставляют вас о чём-то задумываться Оставляйте комментарии Подписывайтесь Оценивайте это видео А мы с вами увидимся очень и очень скоро И до новых встреч Пока-пока Пока-пока